Спонсор данного выпуска детский интернет-магазин кроватых машинок Слепкар. Ссылочка в описании. Привет, друзья! Ну что, наш отдых в Керчи закончился. Да, мы прямо здесь пробыли 10 дней, не суетились, ходили, хотел сказать, ходили на море. Жили прямо на пляже, так как отель здесь находится прямо на пляже и море во дворе. Полный обзор. Наши 10 дней вы можете посмотреть в предыдущем выпуске. Ссылочка будет в описании и вот здесь сейчас всплывет подсказочка. Посмотрите, лайкните, подпишитесь на канал. Сейчас мы держим путь на запад Крыма. Ориентир, значит, у нас это Оленевка, мыс Тарханкут. Но перед этим мы хотим заехать на Белую скалу. И там же чуть дальше, уже к западу, есть два поля с лавандой. Вот, поэтому едем. Сейчас покажем вам саму трассу Таврида. Для меня есть некоторые вопросы. Например, там по Яндексу смотришь, там стоят кирпичи. Что там действительно перекрыто, не перекрыто, не знаю, но навигатор не ведет через нее. Но вот как мы отчаянные, мы поедем через нее, заодно посмотрим, отснимем. Я думаю, кто будет ехать, тоже будет интересно. В общем, приятного просмотра, погнали. Вот мы сейчас вот здесь вот повернем налево и вот он будет аэропорт. В общем, мы зашли в вот такое заведение. Это наподобие нашего типа кефисида. Мы остановились и спросили у детей. Ну что, ребята, мы начали путь. Я в навигаторе поставил локацию Белая скала. Ехать нам час пятьдесят, как он пишет. Сейчас время двенадцать сорок. Зафиксируем, так сказать, прибытие в четырнадцать тридцать. Но я хочу, скорее всего, будет подольше. Потому что мы еще будем останавливаться где-то в туалет, где-то, наверное, перекусить. Заправиться нам надо. Мы, значит, смотрите, мы сейчас выезжаем из вот этого поселка Героевское. В Керчь мы заезжать не будем. Мы сразу вот по такой вот развязочке, покажу вам, видите, сразу попадаем, получается, на Тавриду и поехали. А про кирпичи, про которые я вам говорил. Так, где они тут? Так, что-то я не вижу их. Короче, сейчас я почему-то не показываю на маршруте, но да ладно. В общем, за Белогорском сразу Яндекс.Карта рисует, что там есть кирпичи. Черт его знает. Может, ее строят, может быть, пропускают по очереди. Пока непонятно. Как говорится, самое время узнать. И мы, скорее всего, поедем через Симферополь. Может быть, даже и там тормознемся. В общем, будет видно. Посмотрим. Вот мы, получается, ушли с этой дороги, с основной, которая ведет в Терчи. Едем сейчас в эту сторону, получается, Тавриды. Я не знаю, получится ли у нас срезать, либо там опять какая-нибудь подстава, что нам придется развернуться, я не знаю. Но я думаю, вы понимаете, как может Яндекс везти и не повезти. Но я всегда видел, что сюда идут рейсовые автобусы. Значит, скорее всего, там дорога есть. Будет вопрос, какая она. Кстати, друзья, из последнего. У нас соседи там заселились. Из Брянска, по-моему. Они сгоняли на генеральские пляжи. И говорят, что море сейчас там очень сильно штормит. Поэтому мы решили не ехать туда. Смысла в этом нет. Мы в том году видели, как оно штормит. Не зайти, как говорится, не покупаться. Плюс там можно встретить обратное течение, что очень опасно. Короче, не охота. Я думал, мы попадем на ген пляжи, когда там будет гладь. Чистющее море. Но, увы, может быть, на обратном пути посмотрим. Вот такие печальные здесь дороги. Видите? Вот так вот пробираемся потихонечку. Оп, оп, оп. До Тавриды нам осталось 3,5 километра. Поросит немножко дождик. В Ялте дождь, да, ты говоришь? В Ялте идет дождь, да, потому ребят смотрим. И здесь какой-то вот опять ветер. Вот. Видали какие дороги? Едешь, едешь, хлопс. Вот так вот. И, в принципе, вот весь Крым. Я вот по тому году запомнил Крым как полнейшее бездорожье. Вот с трассы чуть ушел влево-вправо, все, начинается такая фигня. Поэтому, кто будет в Крыму, лучше не гоняйте потихонечку, поаккуратненько, потому что нежданчиков здесь очень много. А вот, друзья, впереди виднеет Ставрида. Судя по трафику, там гонят. Вот. Нам туда. Что, друзья, подъезжаем мы в Тавриде. Собственно, Яндекс, навигатор, то, что писал, ямы на дорогах, по-другому, сиськи на дорогах. Да, они действительно есть. Вот. Вся дорога вот такая вот была разбитая. Особо не разогнаться. Вот, вот, видите, что творится. С аккуратненько. Да, и вот, соответственно, вот впереди начинается Таврида. Я вот вижу, что там хороший асфальт. Можно будет, как говорится, выставить машину на круиз и расслабить булки. Сейчас я вам покажу ее съезд. И вот, видите, начинается четкая граница такая. И там нормальный асфальт. Ура! И все, ребята, прямиком до белых скал. Какая красота. Путешествовать по таким дорогам... На одно удовольствие. На одно удовольствие. У меня какая-то военная установка стоит, смотрите. Вот так вот мы развернулись. Да, много военной техники. То ли учения, то ли она здесь всегда стоит в Крыму. Поличья! Поличья! Поличья, 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 поличья. Три, два, три. Кого они там еще? Поличья, 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 поличья. Да, да, поличья. А что они там в Ураге еще? Трава. Ребята, для тех, кто первый раз попал на наш канал... Видел поличья? Да, видел. Хочу немножко рассказать. Мы в том году путешествовали почти полгода с двумя детьми. Мы проехали всю Абхазию, проехали весь Крым, все наше побережье. Мы прожили на Красной Поляне. Все это можете посмотреть у нас на канале. В этом году мы отправились снова в Крым, так как границы пока закрыты. И никуда поехать нельзя. Но метим мы на Азербайджан, на Армению, на Грузию и на Турцию. Вот если все откроется, то мы стартанем туда, тоже поедем на своей машине. И вы сможете посмотреть весь наш путь вместе с нами в нашем канале. Поэтому подпишитесь на канал и не пропускайте новые выпуски. И подписывайтесь на наши инстаграмы, потому что там выходят быстрые обзорчики, быстрые съемки. Ну как в сториз, путешествия в сториз, так сказать. Ссылочки в описании. Ну что сказать, смотрите. По Тавриде можно ехать 90, но соответственно 110. Вот мы идем в достаточно плотном потоке со скоростью 105 километров. И можно заметить, что движение плотное. Я не знаю, как будет дальше, будут ли там дальше пробки. Но вот пока, пока возле Керчи до Феодосии, вот пока поток плотный. Как будет дальше, увидите позже. Мы чуть тормознулись, чтобы уложить детей спать. Сейчас надо положить правильно Родиона, положить правильно Артема, потому что ехать там час сорок, и дети заодно поспят. А на белой скале можно еще минут 20, если они будут спать 2 часа, мы можем спокойненько пофотографироваться. Так, ну все, друзья, продолжаем путь. Надеюсь, без остановок. Хотя нет, с остановками на заправку надо. Ладно, заодно вам на заправке покажу, сколько здесь стоят в Крыму, когда мы только заехали. На первых двух, по-моему, заправках бензин стоил... 53, по-моему. Не, как, не 53, не, 51, по-моему, пока. Ты видел, по-моему, 53. В общем, посмотрите предыдущий выпуск, там есть эта информация. Смотрите, заправка 95, 51, 29. Что-то вообще до хрена. И там сейчас стояла табличка, что вы в роуминге. И здесь же находится салон сотовой связи. Вот, кстати, у меня в предыдущих выпусках спросили про сотовую связь. Смотрите, в нашей семье МТС мы доплачивали 105 рублей, да, по-моему? Стоит 150, что за килограмм. Ну, короче, там рублей 105 где-то, или 115 дополнительная функция для Крыма. И ты пользуешься как дома. Но тебе обрезают интернет. Если дома он полностью безлимитный, то здесь тебе дается 500 мегабайт в сутки, и все. Не знаю пока, что делать с этими 500-мегабайтами. Мы пока там были, был Wi-Fi. Я не прочувствовал, насколько это мало. Вот, но все впереди. И еще, что касается сотовой связи, я точно знаю, что Телитва здесь вообще не работает. То есть вы как только попадете на мост, то у вас больше не будет связи. Что касается мегафона, наверное, он работает по такому же принципу, что и МТС, но лучше уточнить. Про Глайн вообще ничего не знаю даже, что там с ним происходит в России, тоже не знаю. Меня его никогда не было. Некоторые рекомендуют, что покупать местную сим-карту. ВИН или ВОЛНА. Вот, кстати, вместо МТС появляется надпись либо ВИН, либо ВОЛНА. Это операторы местные, крышки. Ну да. Так что можно попробовать купить и пользоваться. Но там тоже есть какие-то нюансы. Нужно разбираться, посмотреть кого-нибудь. Ну лучше погуглить и узнать, какие вообще там тарифы, может быть. Смысла вообще нет. А в принципе здесь вот более-менее как бы развито становится, что в каждом отеле, что вы снимаете, в принципе, почти везде есть Wi-Fi. Ну, мы в том году не ощутили, что где-то не было Wi-Fi. Везде он был. Даже без интернета он работал очень хорошо. Но опция была чуть другая. Там интернет у нас все-таки был безлимитный в том году. Что еще подсказать? Ну вот, кто бронирует, например, через букинг, жилье, да, тоже многие не знают, и мы не знали, что когда вы ставите, выставляете числа брони, обязательно на букинге ставьте, блин, фига себе, путешествую по работе. В противном случае у вас покажет, что... Не покажет жилье. Да, жилье он просто не покажет. Поэтому обязательно галочку внизу ставьте. Вот здесь местами есть реконструкции, висят знаки, есть ремонты. То есть, вот, выходит все в одну полосу. Вот, ну, это нормально. В целом, вот, говорю, трасса хорошая. Асфальт очень свежий, ямочек нету. Да, поток плотный, но вот он идет, вот, правая полоса где-то сотку удержит, левая, ну, 110, кто как себе позволяет. Подскажите, пожалуйста, ребята, есть ли у нас в подписчиках люди, кто ездит с караваном? Есть ли у кого дом на колесах? Очень хотелось бы к себе и знакомых таких людей. Напишите, пожалуйста, в комментарии, либо в инстаграм, в директ напишите, подпишитесь на нас. Мы на вас. Вообще классная тема. О, а это же не эти, которые ехали с нами. А, нет, это 35-е. Все были московские. Можете выпуски, когда мы ехали с Москвы до Анапы посмотреть, там тоже шел караван, тоже крузак, но номера были московские. Выпуск чуть-чуть посвежее был. Вот есть парковочка, где можно установиться, покушать. Что с той стороны, что с нашей стороны, вы можете заметить. И, кстати, видно-не видно было, там есть туалеты, биотуалеты. Не знаю, в каком-то состоянии, конечно. Видите, снова знаки дорожной работы. В общем, часто они понадобятся. Вот есть заправка кондиционеров, шиномонтаж. Мало ли кому-то понадобится. Это у нас какой-то километр. Даже не знаю. Ну, мы порядка где-то, наверное, 20 километров от Керчи отъехали. Единственное, что я хочу отметить, это то, что трасса-то хорошая, но мы вот там вначале, получается, мы сами видели заправку дорогущую. И не очень вообще понятно, что это заправка. И все. И вот сколько мы едем, едем, едем. И заправок до сих пор нет. Мне интересно, вообще, будет заправка у нас, да, Белогорска. Или по-прежнему не будет. Вообще, в предыдущих выпусках я говорил, что здесь две нормальные заправки в Крыму. Ну, по крайней мере, по моему личному мнению, это первая заправка от Атана, она такая желтая. Фиолокая? Короче, желтая. Я там не помню, какие дополнительные стали. А вторая, она фиолетовая. Такая яркая прям. Она больше встречается на юге. На юге Крыма. И, кстати, вот еще мне что хочется отметить, это, по крайней мере, сколько времени едем, на дороге я не увидел ни одной камеры. Не знаю, может быть, их вообще здесь не будет. А может быть, будет... Прямо, может, они где-то спрятаны? Не, ну я вот глазею специальные. Пока их нету. Так, а что здесь? Здесь какая-то... Сводка? Слова с этих? Какник, какник. Да. А вот здесь, вот танки. Вот в таких карманах люди останавливаются. Да, я еще как-то техника военная. Ушка. Вон, военная. Техника. Какая-то стоит. Ракеты. Ракеты, да? Да. Вот, друзья, проезжаем очередную развязку. Белогорск прямо от Жанко и Феодосия. Вот, мы сейчас едем в Феодосию у нас по левую руку, где можно видеть красивые пейзажи. Горные открываются. Вот, ребята, смотрите. Справа есть место для отдыха. Также там есть тоже туалет. И по левую руку, если вы едете уже на материк. А я еду и кайфую просто от этой красоты. Посмотрите, какой пейзаж происходит. Посмотрите, вдалеке горы. Там идет очень сильный дождь. Эти такие угловые пики. Класс, да? Безболтен вообще, да? Ездим в сторону Белогорска сейчас по трассе Таврида. И вот нам уже начали открываться горы. А в Ялте, там, где горы, там сейчас дождь. И вот это очень видно, что там сюда тянуто. Река Джоруфю. А у нас по-прежнему на пути заправок нету. Что не может не расстроить. Мало деда. Белогорска у меня осталось где-то в километрах 190. Ну, 190, это же ладно. Да не, ну ладно, понятно, чтобы до запада на это поприведать. Просто я хочу заправиться, чтобы потом голову не делать. Погнал. Полный бак залить и все. Как мне написали в комментариях, кружка единственная задача это заправить полный бак. Вот, посмотрите, чем глубже Крым, тем посмотрите, какие пейзажи. Классно. Мы в том году по этой дороге ездили, для нас это впервые. И я еду, вот прям заслуждаемся. Максимально на каких-то кайфушках. Очень сильно соскучились по горам и они у меня в левый глаз прям очень красиво. Надо сворачивать, да? Походу. Так, увидели знак, что белая скала направо. Просто как куда? Направо это куда? Да, и вот все тут все стоят, я думаю. Тут мыши. Тут непонятно. Куда нам надо ехать или не ехать. Фоточки хотите, да? Сифоночки хотят? Я думаю, быстренько... Короче, смотрите, вот все затупили, тут все, не знаем, куда ехать. Интернет, как всегда. Вы ушли с маршрута. Так, в общем, это поворот не туда. Это видео, может быть, когда-то здесь будет дорога на белую скалу. Но, я так понимаю, что нам дальше, судя по навигатору, хотя навигатор может врать, не знаю. Не смотрим. В общем, надо держать курс на Белогорск. А там посмотрим. Смотрите, ребята, какие виды открываются. Потрясающе. Это мы где-то на возвышенности. Классная. Вот она белая станция. Где? Вот она. Вот, судя по навигатору, нам сейчас направо. Белогорск, вот белая скала. Вниз, выверните направо. Через 3,2 метра, выверните направо. Вот, сейчас. Вот, вот вы увидите, что везде вот указатели. Видите, белая скала. Направо. Поверните направо. Блин, я что-то протупила. Только... Что? Что, что, одела на белое платье. Я попередила. Ой, посмотрите, как красиво, ребята. Вообще, класс. Красота такая. Яблочная. Какое вкусное название. Яблочная. Ты знаешь, чем-то ее... Запаха. Срезано. А, это да, ее как-то срезано. Кто-то живет, да, с видом, вот такую красоту. И дорога крымская. Вот прям... Да, да, да. Вот мы опять отвернули справа. Куча ямочек. И трындец. Да, 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 да. В том году мы очень хотели попасть на Белую Скалу. В Длинногорье, в Симферополь. Мы не заехали, да, в столицу Крыма. А думали, что... Ну, что-то тут лучше. Я просто головой взял. Получается, что думали, что пойдем в Грузию, да, вот тут уйти в этом году. А карантин все изменил. Вирус все поменял. И теперь мы снова в Клюву. И, наконец-то, уровень риса. Поселок Белая Скала. Да, Берекладбище. Блин, ребята, смотрите, какой вид. Такая красота. Ребятки, посмотрите, какая красотища. Это та самая знаменитая Белая Скала. Как здесь атмосферно. Гляньте. Круто. Так, мы добрались на нашей ласточке. Ей лайк за то, что она нас везде возит. Настенька. Сейчас здесь пройдут переодевашки. Класс. Короче, сюда еще можно наверх заехать, но мы как бы не поедем уже. Неохота. Мы туда сейчас с вами взлетим. Смотрите, обратно мы едем чуть-чуть по другой дороге. Прям сразу же от Белой Скалы. Здесь, конечно, интересный такой... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Нифига себе. Опасненький. Так, и как бы через виноградник. Это виноградник? Нет, это не виноградник. А что это? Какие-то деревья такие интересные. Ну что, мы выскочили с Белогорска, сейчас возвращаемся на Тавриду. И дальше прем. У нас сейчас задача... А что машин? Задача номер один, это найти заправку нормальную. Три заправки мы проехали, но они очень ужасные. И мне страшно заправлять там машину. Поэтому, надеюсь, дотянем мы там на адекватных заправок. Очень неохота мне идти пешочком, потом километры наматывать. Погнали, в общем, дальше на запад. А еще вот мы едем-едем и совсем забыли, что у нас есть одна... Одна, Настя, мечта. Залезть в лавандовые поля и сфотографироваться. Мечта? А что, нет? Вот. Поэтому срочно остановились вот так вот, прям на дороге, карман нашел и забивая. Я вчера искала эти лавандовые поля, чтобы нам было по пути, чтобы никуда не отворачиваться. Вот он сюда стоит впереди. Маршрут построен. Осталось, видимо, куда-то влево, либо вправо, и там и не будут. Погнали смотреть. Везем Настеньку на лавандовое поле. Что ты там смотришь? Ты кого поцеловал? Вот видите, стройка-стройка. Вот здесь уже по Яндексу есть кирпичи, но есть проезд вообще. Наверное, просто указано, что нам сюда надо было. Вот это вообще как-то с дожданчиком, прям. О, блин, а. В общем, ребята, чтобы вы понимали, мы свернули Ставриды. Сейчас едем через какие-то деревни, да, и ищем лавандовое поле. Здесь идет женщина, сейчас мы у нее спросим. А гипотеза сработала? Спасибо, пожалуйста. Добрый день, скажите, пожалуйста, а лавандовые поля здесь нет? Нету, да. Моя гипотеза сработала, мы спросили у женщины, и она сказала, я не знаю, типа нету. И я так понял, что женщина вряд ли знает, где у нее лавандовые поля, потому что ей фотография в лаванде не нужна. Мы остановились и спросили у детей. Они спросили сразу сходу, прям так. Как? В Долиновке. В Долиновке. Это километров 10 отсюда, едьте по прямой и упрете прямо в поле. Поэтому мы едем 10 километров по прямой и упрете. До конца маршрута осталось 300 метров. Ребятишки вот нам, дай бог, помогли. Просто так не проедем. Надеюсь, я на это. Вот, ну посмотрим. Вот так выглядит крымская деревня. Это глубь Крыма, старого Крыма. Вот такие вот здесь постройки. Вот такие вот тут. Девчонки. Барыш не ходят. Плохо. Артем, только не хулигань. Мамочка с маляшечкой. Мамочка с маляшечкой. Возвращаемся на Тавриду. Продолжаем ехать. И знаю, если у нас все-таки получится найти лавандовое поле, мы найдем. Дальше, дальше на море шоу. Едем. В общем, ребята, все, что в Яндексе стоят кирпичи, это вот эти вот ремонтные дороги. То есть, получается, да, все полосы закрыты. Одна вот эта, сужение только, открыто для проезда. Поэтому смело едьте. Впереди все нормально. Таврида работает. Дорога хорошая. Ну, нам прям нормально. Единственное, что здесь не хватает, это заправок. Вот сколько едем, весь путь, заправки нет. Это плохо. Короче, навигатор показывает, что там обрубленная прям дорога, ее как будто бы нету. Я вот резко остановился, чтобы не затупить, а вот поток пошел туда. Сейчас окошко поймаю и, как говорится, вот окошко. Ну что, ребята, смотрите, мы заезжаем в Симферополь. Вот опять мы свернули из Тавриды, чтобы нам попасть на заправку. И видите, какая дорога? И это город. Короче, вот так вот по непонятным каким-то... Дорогам. Мы вроде как нашли заправку. Но это не она. Блин, это что-то строится. Да, много! Много нет, я тебе дам только память. Тут жесть вообще гонишь. Да, только память на своей лице. Я говорю, надо ехать по трассе, а трассе. Если на матч, то... Там нет больше Атанов, Настя, ну что ты перестанешь-то? Да, так вот тебе, один-два девочка. И еще. И демок. Собственно, вот заправка. Атан. Все, Настя? Нет, а солиды... Вот на ней мы будем заправляться. Итак, бензин 95-й, 51 рубль, 79 копеек, ребята. Все мои. А тут сейчас еще и 95-го не будет или будет? Да, вот все. Ну что, заливаем полный бак. Вот такая цена, 51,79. Сейчас литров 60, может, чуть больше зальется. И дальше поедем в путь. Теперь искать еду. Ну что, друзья, я залил 300, ровно 60 литров. 200 рублей разница. Блин, до хрена, короче, получается. Ну, может, 2 600, да, где-то добавляют. Да, вот такой бак. Ай, надо здесь. Ай, надо здесь. Ай, надо здесь. Ай, надо здесь. Все, теперь наша задача найти еды, покушать, расступиться. Да, с интернетом. Там уже дальше будет видно. Блин, ну мы едем сейчас в обратную сторону вообще. В обратную? Мы едем обратно, да еще и плюс это пробки сейчас будут стоять. Да. Давненько мы не стояли в пробках. Вот они, пробочки у нас. В Севастополе. В Симферополе. В Симферополе. Да, постоянно их путают. Это центральная улица, она же Таврида. Проходит, получается, через весь город. Вот там вначале были столовые, где можно покушать, остановиться. Ну, такие кафе придорожные. Мы что-то опять прощелкали. И в итоге, теперь сейчас проедем, видимо, через весь город, а там на той стороне уже что-то будет. Вот мы подъехали вот к такой вот развязочке. Видите, Ялта, центр, Евпатория, Джанкой, Армянск. То есть нам нужно прямо, получается, в центр, ну, и в Евпаторию. В общем, 500 мегабайт интернета, как я говорил в начале выпуска, это полная же. Мы в итоге кое-как поймали интернет. ЛТЕ, где загорелось уже здесь в городе. И продлили себе кнопку, там взяли безлимиты на 3 часа, чтобы нам понять вообще, что куда. И в итоге в этой суете чуть не проскочил поворот. Нам вот нужно сейчас, видите, как бы направо. Я чуть не поехал прямо, и мы бы сейчас как бы в Бахчисарай уехали. Вот было бы клево. А нам нужно сюда, вот в сторону, получается, Евпатории ехать. Вот, сейчас поэтому на кругу мы направо и дальше. И искать еду. Так, вот мы свернули. Это называется Киевская улица. Та ситуация, что Крым под санкциями, и здесь нету российских операторов, это очень печально. Вот в том году вопросов не было, а сейчас МТС как сделали? Они срезали нам интернет до 500 мегабайт, чтобы понимали, что 500 мегабайт это вообще ни о чем. Вообще. Вот мы только уехали с того места, с Керчи, как буквально там через час у нас закончились эти 500 мегабайтов, даже с тем же навигатором. Ну, даже быстрее. Вот, и сейчас, только сейчас мы кое-как продлили себе интернет, доплатили 100 рублей, чтобы... Настя 160 заплатила. За 6 часов. Да, за 6 часов. Я заплатил 100 на 3 часа, но у меня получается теперь полный безлимит. Вот. Это сейчас удобно, и мы выходим на связь. Смотрите, друзья, торговый центр. Мы видим привычные нам надписи. Глори, Ашан, чистый дом, Кари. Вон есть Коллинз. Ну, ладно, это совсем российская история. Сейчас, короче, мы въедем вот в этот торговый центр, хотим покушать, сходить в туалет и продолжим путь. В общем, мы зашли в такое заведение. Это наподобие нашего типа Кефиси, да? Нашего. Вот. Короче, здесь ценники дороже. Хаппи Милл у нас, например, 200. Здесь 300. Здесь 300. И вот мы взяли там... По бургеру, по кофе. Да. В общем, здесь сейчас вылезет чек, посмотрите. Нам приятного аппетита. У нас такая рекламная пауза. В общем, здесь есть вот такая детская игровая зона. Много-много приколюх. Есть батутный центр, есть вот детская площадка. Немножко поиграемся, и дальше путь, ребята. Будем дальше показывать вам дорогу. Ну все, друзья, мы выехали с этого торгового центра. Вот, получается, сейчас показательно эвпаторию. Сюда мы уходим. Заезжаем вот на вот этот мост. И дальше прем. Ехать нам 160 километров до Оленевки. Поверните направо. Пишет, что ехать 3 часа. Ой, 3 часа. 2.30. Поверните направо. Вот. Ну посмотрим, как оно в действительности будет. Скорее всего, приедем в ночь, и ночью уже будем искать ночлег. Так, забрались на мост, немножечко там потолкались. Через 500 метров вниз, перед мостом, поверните направо, а затем держитесь право. Вот, ну мы все слышали, я думаю, да? Оксанка мне тут говорит, подсказывает, куда ехать. Вот мы, получается, сейчас свернули. Я так понял, что это уже не Таврида. Это вот сюда, видите, нам ехать. В общем, все, поехали, ребята. Так сказать, часть вторая до обеда и после обеда. Ребята, смотрите, думаю, вам должно быть видно метро. Даже метро есть. Эй, я пою! Да и помочь, что ж, ну и как, пожалуйста, вот этот раз. У меня, знаете, друзья, сложилось такое впечатление. Поправьте меня в комментариях, кто точно в курсе. Вот, перебью, перелечу с темы на тему. Вот заправка ТЭС, вот она фиолетовая. Вот на ней тоже ништяк заправляться, хороший бензин. Почти 52 рубля тоже стоит 95, 51,90. Так вот, у меня сложилось такое впечатление, что всего Стополе, как будто бы он не под санкцией. Весь Крым под санкциями, а он нет. Здесь все есть привычное, ты заметила? Ашаны, хотя Ашана не совсем российская. Это уже маленькая, как Питер, Москва. Тут, наверное, маленькая. Ну, какая Райсова, он уже на полуострове. В общем, если кто точно знает, находится ли он под санкциями или нет, напишите. Потому что... Родион, пожалуйста. Потому что здесь магазины, такие как, например, Твое есть, ДНС. То есть, ну, глазу привычно они здесь есть. Больше нигде в Крыму я ничего такого не видел. В общем, здесь снова ремонт. Видно, что так называемые центральные улицы, трассы, даже правильно сказать, в Крыму реставрируют, улучшают. Но, как вот я говорил, и вы видели, да, влево-вправо там все, там трындец подвески. Это мы сейчас едем, получается, подъезжаем к аэропорту Симферополь. Вот мы сейчас вот здесь вот повернем налево, и вот он будет аэропорт. Вот вы можете видеть много припаркованных машин, это они ждут, видимо, когда приземлится самолет в аэропорту, и они будут встречать. Ну, собственно, как даже на московских аэропортах побежающих, там за несколько километров уже машины понатыканные стоят. Поверните на право. Через 400 метров выверните налево. Как-то вот сюда. Так, и вот, да, по указателю, видите, Евпатория направо, налево. Направо. Вот он аэропорт Симферополь. Посмотрите, какой маленький и красивый. Вот такой вот тут туннель. С Краснополянским туннелем, конечно, не сравнить. Я прям заскучилась по поляне. Папа, мы еще в туннели заедем? Я не знаю, я ж здесь в туннель первый раз. Вот по Яндексу видите очередной кирпич. Но вот здесь вот объезд, то есть это все идет реконструкция еще, это все эти дороги, поэтому на карте. И самое, что интересно, что навигатор, он ведет через север Крыма. Он не ведет напрямую по этой трассе. Я вот прокладывал, типа заехать точки ставил, и вот поэтому мы так едем. А так вот он не ведет сам. Поэтому смело едьте, без проблем. Все, в принципе, функционирует. Машины ездят, мы здесь такими одни. Видимо, вот здесь вот будет проезд. Сразу под мостом будет еще очередная бабочка, развязочка. Поверните напрямую. И все, как говорится, по-московски. Прямо в 46 километров. Так, что здесь написано, смотрите. А, вот, Сакский район. Да, мы поедем через Сакс. Там есть такая интересная коса. Может быть, остановимся там, может быть, пройдем мимо. Ну, посмотрим. У нас уже так темнеет, время 19.13. Да, приедем, походу, мы в ночь и будем опять. У нас уже стала традиция в этом путешествии, Настя, в ночь искать началение. Ага. Смору ели. Ладно. Ребят, мы сейчас едем в Саксском районе. Остановился сейчас в магазине. Там, кому вот интересно, да, там принимают карты, но не принимают, вот, мобильное приложение. То есть, телефон приложить нельзя. Но карты расплатиться можно, приложить саму карту можно. Вот, в том году здесь, вот в этой округе, не было терминалов. На востоке, где Ялта, терминалы были, а здесь нет. И вот мы заезжаем в Саки. Или как правильно, Саки или Саки. Напишите в комментариях, как будет правильно. В Саки. В Саки. Вот, ребята, не гоняйте. Аккуратненько. Вот, ехали на отдых подмосковные. Мазда подмосковная и Део Матисс Крымская. Не поделили. Девчонки, девчонки. Красные. И вот мы, чем дальше уходим на запад Крыма, можно увидеть, что здесь все работает на солнечных батареях. Мы видели, прям поля обеспечиваются солнечными батареями. Видимо, там, гипотеренажная система может быть, что-то такого. И здесь вот все светофоры, вот установленные, солнечные батареи. Вовремя я не включил, не смог вам показать. Но если вы будете ехать, то сможете обратить внимание. Это, как знаете, в Турцию. В Турции едешь на машине, и там на всех домах, когда-то, с нимбаки с водой стоят. Смотрите, вон там появилась морюшка. Мы прям возле него. Болтавка, Крым. Три-четыреста, санаторий какой-то. Санаторий. Да, и вот здесь вот прям. Едем рядом с морем, наконец-то. А то мы все в каких-то степях до степях. Вот в прошлом году мы здесь уже ездили. Места знакомые. Слева море, справа сосык озера. Но не видно. Все, это в прибрежное. Вот мы заезжаем в Евпаторию. Да, 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 да. Посмотрите, ребята, сколько инфингистов стоит. Класс. Калаточников тоже. Ну, есть вот фуры. Мы сейчас здесь и встанем. Все, встаем? Встаем? Ну. Давай встанем. Что нам, Капанан? Правильно? Правильно? Ну, да. Посмотрите, сколько здесь этих домов там вообще. Здесь мы почти почти не многих. А там, может, это платная? Посмотрим, что-то. Слышишь, крестненько, вон здесь еще платная стоянка. Или бесплатная? Что, палаточку кинем сейчас? Многие дороги прямо все стоят вон с палатками. Вот, ребята, смотрите, мы так увидели. Посмотрите, как много всего. Херо, как много. Вот, в Евпаторию как-то езжаешь, получается, что-то, да? Вот туалеты стоят у людей. Это правильно, что ли, сейчас? Да. А вот кто такой? Это кто еще? Тёма. Да, мы будем жить тут. Мне кажется, это платная. Мама, мы же покупаемся. Мама, может, тунец, то, наверное, местная одна. Нет? Мне больше спрашивают, она же мне рукой не мажет, она вообще не мажет. Да это не относится, это все это так. Нет, мы можем еще путь. Ну вот тут закрытый, Кешик, вот закрытый этот. Там закрыто, а это не закрыто. Что, Тём? Это, может, мы чуть-чуть открываемся? Тёма, ну, сейчас-ка разберемся. Давай мы остановимся сначала. Ребята, посмотрите, сколько братвы мы нашли. Посмотрите, сколько кемпингистов. Вот в Подмосковье стоят ребята. Вот так вот. Сейчас мы здесь и упадем. Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, друзья, мы решили прям тут упасть. У нас же дети вон забежали. Здесь очень большой пляж и очень много кемпингистов. Вот так вот вся береговая линия в кемпингах. Поэтому сейчас здесь тоже поставим лагерек. И до завтра мы точно тут. Здесь упадем спать. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!